друзья всем привет хороший денек сегодня морозный выдался первый мороз ночью было до минус 20 сейчас где-то около 15 хотел небольшой обзорчик снять хозяйство наших катумских овец вот так они зимуют это простой навес из металлического профиля столбы 50 металлические и лаги сороковка 40 толщиной 150 высотой по ним обрешеткой из 25 доски такой был уж на общем ограждение видите это поддона деревянная и здесь и если простенький тоже ограждающая поверхность это поддоны а внутренние две доски и такие ограничители сделаны с широкой частью сверху чтобы голова пролазила и сужением к низу для того чтобы меньше разбрасывали сено в общем когда сухо и или мороз то практически не требуется никакая подстилка изредка надо немножко опилок подсыпать либо они сами солом растаскивают вот это такая толщина видите на пол поддона это можно сказать за три года скопилось а здесь где навеса нет здесь я чищу где-то когда осень и грязь они развозят то чищу где-то раз в неделю вот эти проходы кормушки я вот так сделал это металлические гастроемкости купил на авито бы уж на ресторанах такие используют очень удобно нелегкие можно снимать вытряхивать промывать и обратно ставить не самый бюджетный вариант но делаешь каркас здесь я деревянный делал там дальше металлическая и вот то на 2 емкости а это на 3 в ряд и вот этого количества хватает на сколько вот здесь голову в общем аркировочно одна емкость на две головы то есть на 10 голов это с запасом 36 вот 9 здесь то есть это им с большим запас все наши яркие девочки су ягна и там один барашек молодой он где-то середины марта он с голубой биркой сам в конце стоит вот это желтой биркой лохматый это дорсит овца дорсит вспомним помесь с романовкой то есть баран породы дорсит английская кто не знает это овечка доли вот обычно кто говорят не знают это делали гибридную разводить а точнее генетически искусственную выводили овцу и вот она тогда прославился овечка доли это вот этот порода дорсит она полукровка мы купил ее восемнадцатом году когда покупал своего катумского барана на выставке и купил в конец выставки двух ягнят помещенных они были тогда вот эта девочка и был волушок брат ее с одного помета их привозили семью что-то там за копейки их купил просто до кучи думал что откормить на мясо в общем волушкам откормили из потом на мясо пошел а вот девочка решили пустить в разведение у нас тогда маленькая совсем была оттарка вот и до сих пор бы и держим потому что хороший дает и гнят по трое приносит сама их всех выкармливает тройню она тоже полистричная тоже приходит в охоту круглый год как и романовская овца наверное она наследовала от своей матери и не не помню дорсит их как у них с этим делом обстоят ну пока как котомок я не такое количество не не развел поэтому она пока нас обеспечивает мясом и мясо не очень вкусно не хуже я думаю что у котомских и мясные качества у нее очень приличные видите ноги такие крупные сама она достаточно высокая голова большая быстро набирают и ягнята вес единственный минус приходится стричь конечно вот у нас была одна романовская мы тоже убрали уже на мясо пошла нам принесла приносил парашков овечек потом уже перестали уже не помещался решили ее убрать и вот этот дорсит тоже которая приходится стричь стричь хоть даже две овцы но вот я для себя понял что это то еще занятие если у тебя навыков нету если еще механическими ножницами у нас механические электрические нет смысла покупать для двух овец ну представление имеем какой плюс котомских овец когда их не надо стричь вообще потому что даже не имея навыков постричь одну овцу мы супругой занимает у нас около часа времени и спина отваливается от напряжения ну и такой немножко нервно и все равно где-то порезшие и овцы это дискомфорт доставляется в общем такое себе удовольствие если есть возможность от этого отходить почему не пользоваться этим а котунки вот вообще они не линяют точнее не срежем они сами сбрасывают шерсть даже если кто-то похуже полинял то все равно стричь ее не нужно у нас одна полукровка еще есть в той клетке там вдалеке я в прошлое там в одном из видео показывал они с большим взрослым бараном содержится группа небольшая баран наш производитель и две матки одна чистокровная котумская и одна полукровка вот барашка наш молодой который привезли мы из котум в мае в этом году он полтора полутора месячный был мы поехали за большим бараном взяли ну и чтобы по сто раз не ездить мы в московском регионе в питер не наездишься ну и у просили олега станиславович продать нам одного вот этого барашка и двух девочек ярко они были истроен и им было месяц барашка было полтора месяца этим было вместе и вот они идут делает исключение таких истроен можно договориться что они продадут их чтобы им вручную их не скармливать ну у нас молоко есть у нас корова поэтому для нас не проблема ну и когда двух откормить тоже сложности большой нету но для большого хозяйства как у алекса не сова еще там понятно для них это проблема но это они нам их продали при условии что мы у них купили взрослого барана производители и это с большим удолжением не хотели продавать но мы говорили что нам пообещали мы специально за этим ехали и вот взяли поэтому они у нас сейчас отдельно идут содержится ждут своего возраста где-то в год мы их сведем с бараном и тогда они будут отдавать потомство ну вот каратенечка в следующий раз расскажу поподробней как мы создавали маточное поголовье после того как приобрели баранопроизводитель на выставке и как складывалась наша отарка чистокровная все удачи до новых встреч мы и